В Наринваре отметили День войск Национальной гвардии. Их история начиналась в Санкт-Петербурге, где 27 марта 1811 года император Александр I подписал указ о формировании батальонов внутренней стражи. В настоящее время подразделения округа представляют слаженные мобильные подразделения, оснащенные современным вооружением и техникой, готовые успешно выполнить задачи по обеспечению безопасности и государственной целостности России в любых условиях. Отдел Федеральной службы войск Национальной гвардии по Ненинскому округу был сформирован на основании указа президента в 2016 году. Спустя два года отдел был переформирован в управление. Как отметил на торжественном мероприятии, приуроченном к празднику глава региона Александр Цибульский, создание войск Национальной гвардии стало оперативным ответом на вызов современности. Надо сказать, что за три года существования Росгвардии ваша служба уже получила высокое доверие президента и граждан, и заслужила достойную репутацию, слаженной, эффективной и способной противодействовать преступности и решать зачастую самые сложные задачи, частью и с честью нести традиции внутренних войск МВД России. Всего за 2018 год управлением Федеральной службы войск Национальной гвардии по Ненинскому округу выполнено 27 задач по обеспечению общественной безопасности при проведении культурно-зрелищных мероприятий, две по осуществлению поисковых мероприятий пропавших без вести граждан. Группами задержания отдела вневедомственной охраны в 2018 году осуществлено более 850 выездов по заявкам оперативных дежурных управления МВД на происшествия. Пресечено 10 преступлений, 861 административное правонарушение. Особое внимание управления обращено на работу по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных функций по контролю за оборотом оружия. В 2015 году владельцы гражданского оружия допущено 28 утрат огнестрельного оружия. Утраченное оружие поставили на учет в информационном центре МВД России Панава. Владельцы оружия, допустившие утрату огнестрельного оружия, привлечены к административной ответственности. В соответствии с постановлением администрации Ненинского автономного округа об утверждении долгосрочной целевой программы, комплексной программы профилактики промышлений на территории Ненинского автономного округа, За отчетный период 2018 года добровольно сдано 13 единиц огнестренного оружия на общую сумму 52 тысячи рублей. На постоянной основе проводится работа по осуществлению федерального государственного контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделения охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.